Офисная бумага изделия санитарно-гигиенического назначения. Более 20 наименований продукции выпускает фабрика бумажных изделий. На производстве побывала кемобласть Айдербек Сапаров. Объем работы 15 тысяч тонн в сутки. Используют местное сырье. В основном макулатуру и только 30 процентов целлюлозы. Всего на предприятии работают 50 человек. Планируют трудоустроить еще столько же. Решить вопрос с дефицитом кадров Айдербек Сапаров поручил градоначальнику Руслану Анбаеву. Для сотрудников здесь создали все условия. Заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Ищите людей сюда. Человек 40-50 отправьте. Многие не знают, наверное, ищут работу. Они знают, куда трудоустроиться. Займитесь, дайте поручить. После первый руководитель области посетил овощехранилище в Аптово-распределительном центре. Здесь хранят товары народного потребления, продукты питания, бытовую химию и многое другое. Максимальная мощность загрузки – 2000 тонн. Ознакомился Айдербек Сапаров и с работой Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Здесь изготавливают детали оборудования для нефтяной промышленности. Объемы работ необходимо увеличивать хотя бы на 15-20 процентов, отметил Аким области. Активно работает в областном центре вагоностроительный завод Кул Инфинити. Здесь производят вагоны-термосы и рефрижераторы. В прошлом году на предприятии собрали почти 140 вагонов. В этом году объемы планируют увеличить. Посетил Айдербек Сапаров и завод многопрофильного оборудования. Это единственное предприятие в стране по производству буровых установок и запасных частей к ним. В 2022 году реализовали 7 установок почти на полтора миллиарда тенге. На этот год у нас 5 единиц для волков геологии. В последующем сейчас ждем тендеры. То есть будет еще 7 единиц. И СП Катко, это тоже французы, получается еще 2 единицы, так как мы не успеваем больше взять. Плюс дополнительно идет у них и свой инвестиционный план и мы подготавливаем для них тоже внутреннее оборудование. Это станки. Каждый месяц мы делаем по одной установке. В совокупности там все, что идет в установке, это идет в силу нашего производства. Работают на заводе 142 человека. Средняя заработная плата 198 тысяч тенге. Во время объезда производственных объектов первый руководитель области Айдербек Сапаров также посетил товарищество S&P Group Family, завод по производству стрелочных переводов и ТО «Венчурная фирма Пояс». На последние занимаются изготовлением оборудований запасных частей для нефтеперерабатывающего и геологоразведочного комплексов.